Как по мне сдать задом гораздо проще, чем сделать такой сложный разворот. Да. Но если ты поедешь налево, через пешеходный переход, то он сделал правильно. А если ты поедешь направо, то ты выйдешь навстречу. Вот здесь как раз он зря начал разворачиваться. Мог бы сдать назад и между газоном и пешеходным. Не, он налево. Налево, налево, налево. И вот когда здесь был узкий тротуар, когда постоянно жаловались на то, что здесь невозможно даже двум колясочникам проехать, сделали широкий тротуар. И это почему-то считается сразу за парковку. Хотя тут ни знака, ни разметки, ничего нет. Смотрите, с ребенком приехала, жена после кесарево сечения. Я понимаю, вопрос не к вам. Ни одной парковки нет. Человек пятый день. Вы понимаете, что такое кесарево сечение? Я прекрасно знаю, что такое кесарево сечение. С той стороны. То есть вы считаете, что нормально можно подойти? А вы с той стороны хотя бы заглядывали? Вы видели, что такое кесарево сечение? Пункт 9.9. Разрешает машинам заезжать для погрузки и выгрузки товаров. Ребят, должны быть объективные тарифы. Мы полностью с вами согласны, но законы пишем не мы. Да, там по солистой стороне погружают коробки. Вы поймите, что бурт сделан абсолютно шансом. Да. Добрый день, общественный проект СтопХам. Вы через пешеходный переход здесь на тротуар. Здесь просто, да? Может здесь здесь стоят вот это люди? Ну стоят, нарушают. Сейчас вы звоните в ДВД, будут их выигрывать. Хорошо. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Добрый день, мужчина. Вообще движение СтопХам. Здравствуйте. Что я не смутил, когда вы прям за женщиной залетели на пешеходный приход? Что я сделал? Как вы за женщиной залетели на пешеходный приход? Что я сделал? Да. Залетели. Залетели. На пешеходный приходит? На тротуар. И? И? И. Вас смутило? Вас смутило меня. Да, меня смутило уберечь, когда машина тротуара. Залетели. Это не парковка. Это? Да. Куда заезжает литя? А куда? Можно парню, да, подскажите? Там дальше получить парковку. Нам просто копирку на 5 минут надо просто сделать. В дворе можно поставить. Давайте парковку дальше. Добрый вечер, девушка. Общая движение СтопХам. Вы? Общая движение СтопХам. Вы заезжаете на тротуар. Прямо через пешеходный переход. Некрасиво слосить. Классно. Я просто сына. Ну, вот там же можно зайти в дворскую машинку. Вот там вот пятачок есть можно вставить в машину. Слева вот. А у меня за этой машиной? Ну, слева. За парковку два посадочных. Да. Вот видите, прям за машину. Да, да. Ну, нет. Ну, там. Хорошо, ладно. Спасибо. Ищите парковку. Хорошего вечера. То есть там, что она не знает, а то, что она знает, и все равно едет. Да и она сказала, что она знает, что это за парковку. Так что ты встал с самого начала так, чтобы она могла уехать. Так что ты встал с самого начала так, чтобы она могла уехать. Не могли бы вы поискать парковочку? Хорошо. А где можно еще заехать на этот тротуар? Ну, на тротуаре нельзя парковаться, в принципе. У нас в тротуарах, где у нас парковки разрешены. Весь жизнь, я здесь живу. Уже здесь нарушали. Удей, где запущая парковка на всех тротуарах, кто их здесь не стоит. Смотрите, там два личных парковка. Вот здесь машина встала на тротуаре, то это я буду встать. А у нас стоит где вот тротуаром? Нет, это парковки, которые в этих знаках относятся к дорожным дорогам, автомобильным дорогам. Да. А тротуар для пешеходов? Мы для машины согласны? Да, согласна. Мы собираемся несколько тысяч машин обклеивать здесь, которые стоят каждый день. Вы видишь, что мы обклеили? Мы объясняем водителям, что не правы. А вы не думаете, что нужно решать вопрос с другой точки зрения? Что нужно решать, например, устраивать МФЦ в том месте, где можно припарковаться, где это не будет мешать жителям дома, которые не могут припарковаться больше нигде из-за того, что люди приезжают в большом качестве МФЦ, магазины и так далее. Это же не проблема частного водителя. Это проблема инфраструктуры всего города. Если я не буду парковаться вот здесь на культуаре, где, по-вашему, я буду парковаться? В двух километрах? Смотрите, вот у меня детское кресло, у меня маленький ребенок. И очень часто у меня огромное количество вещей, очень большое. Я несу маленького ребенка еще килограмм двадцать, знаете, покупки там, водичка, еще что-нибудь. И физически я не могу пройти просто километр с варикозными ногами до своего подъезда. Это нереально. Мне здоровье не позволяет. Инвалидности у меня нету, да. Да если бы была бы даже, я все равно не могла здесь припарковаться. Смотрите, вы житель дома, да? Вы житель дома, да? Смотрите, я живу в районе просто встречного. И у меня на районе тоже не было парковок. Мы собрали коллективное заявление, подписи из всех жителей района. У меня нету возможности этим заниматься. Всем жителям этого дома до лампады, понимаете? Один человек это сделать не может. Для того, чтобы сделать шлагбаум, нужно собрать подписи со всего дома. Нужна инициативная группа. Нужна, да. Да. Но вместо того, чтобы пытаться, они не хотят этого делать. Они все равно, они не хотят этим заниматься. Один человек не может решить за всех собственников. Не в отворении, кроме не в отворении. Кроме того, вот конкретно в этом случае здесь будет перегораживаться проезд в шлагбаум, в другие места. И здесь нет возможности поставить шлагбаум, который работал бы для жителей двора. Я говорю, что главное, а то, что допустим, можно убрать вот эту парковку и сделать парковку на территорию парковочных карманов организовать. Это можно сделать, реально нужно. Поднять заявку, что сделали. И появится больше парковочных мест. Даже тогда они все будут заняты. Машин в принципе больше с воду мест в городе. У нас 15 миллион мегаполис. И вот в среднем на одного жителя приходится от машина. У нас сейчас ситуация в центре города до Садового кольца и уже гораздо дальше до третьего кольца решена. Ситуация очень сложная. Я перестала ездить в центр города вообще. Даже если мне нужны какие-то магазины. Я трачу деньги на очень дорогую доставку. Некоторые вещи, которые мне нужны оттуда. И это очень большая проблема. То, что невозможно. Когда ты едешь, например... Для меня вот проблема. Я еду с ребенком. Ребенок хочет в туалет. Или ребенок хочет поесть. И мне приходится терпеть и слушать крики и скандалы на протяжении часа стояния в пробке. Потому что я не могу подъехать в кафе, чтобы даже сходил мой ребенок в туалет. Потому что там либо нет парковки, либо она стоит 380 рублей. Допустим, на 5 минут может быть можно припарковать, чтобы сходить в туалет. Но чтобы сходить покушать, уже я себе не могу это позволить. Я думаю, большинство людей в Москве тоже. Понимаете? Я вас прекрасно понимаю. Но ведь это не проблема? Вы хотите, чтобы здесь, в этом районе, так же стало? Кому вот эта машина здесь мешает? Посмотрите, какие широкие тротуары. Здесь могут проехать 5 человек с колясками и на велосипедах в ряд. Тут проблема не будет. Если бы они вот тут просто материализовались, это был бы еще один вопрос. Но вы же едете. Получается, другой водитель поедет за вами. А там место трогать на машину. И видишь акция. Автобус на остановке. Люди выходят прямо в вашу машину. Вот. Автобус на остановке. Не останавливается, не останавливается. Никогда по 3 автобуса. Здесь. Большой автобус за её дверь в ней находится. Здесь 2 наименования машинка. Которые по времени не совпадают. Тут у нас она жука 1 автобус. Большая. Сзади дверь пошел автобус. Астана с настолько. Слима вот. Вот . Там ваши вместо машина. Откроет дверь и водить прямо в коробку. Я сейчас потратил кучу времени на развор. Ну, приforty машину. Но мне кажется вам надо отправиться в другой район. В который материально проблем. Мы не только в этом районе Это место, это... Нормальное место, где всё в порядке Хороший вечер вам Интересно, а я же в Телепарту больше Ну вот видите Мешайте же людям, согласны же И люди, знаете, люди мне тоже мешают иногда А на Туржуаре? Я не нахожу Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас Продолжение следует...